Что будет, если взять Persona 4, смешать её с Final Fantasy Type-0, а затем закинуть во вселенную Legend of Heroes Trails in the Sky? У вас получится Legend of Heroes Trails of the Cold Steel, так что самое время достать из чула на PlayStation 3 и PS Vita, чтобы в очередной раз погрузиться в прекрасный мир, созданный руками японцев из Falcon. Нельзя говорить о серии Legend of Heroes не начиная всё с многочасового рассказа о крайне проработанной сюжетной составляющей, которая и препятствует своевременному переводу игр на английский язык. Cold Steel открывает третью арку событий, разворачивающихся на континенте Зимурия. Сюжет, к вниманию, шестой части сериала только начинает показывать нам очертания истины, скрытой за истиной. А тем временем, Falcon подогнали нам ещё одну точку зрения на события, описанные в Аону Кисеке, игре, которую пришлось пропустить из-за размеров и сразу начать локализацию Cold Steel. Итак, если в первой арке мы ощущали себя в шкуре наёмника из гильдии Брейсеров, путешествуя по стране Либерал, а во второй вступали в полномочия офицера специального отряда полиции в провинции Кроссбелл, то теперь нам предстоит примерить школьную форму военной академии при императоре Рибории. И сюжет новой игры, который, казалось бы, живёт своей, отдельной от прошлых итераций сериала жизнью, резко внедряется в большую, подробную, общую картину, которая поражает своим масштабом. В роли Риана Шворзера и остальных учеников специального класса 7 военной академии вам предстоит справляться с тяготами обычной школьной жизни. Ночи за учебниками, боевые тренировки с классным руководителем, просиживание задницы на уроках, убийство огромных монстров, терроризирующих округу и помощь студсовету по воскресеньям. Таким образом, игра представляет собой цикл, который не сливается в социальную сторону на уровне Persona 4, но при этом позволяет отдохнуть от серьёзных событий, пойдя на прогулку с любимой одноклассницей или найдя немного времени на помощь с доставкой товара в местный магазин. Действительно, утончённость развития событий в повествовании на уровне. Напряжение очень медленно, но верно прогрессирует. Мир вокруг игрока постоянно расширяется и наполняется красками за счёт кучи информации, идущей со всех сторон. Размах действительно поражает, и тем легче поверить в происходящее. Таким образом, благодаря вниманию к деталям, внезапное развязывание войны, террористические акты, предательство и вообще целые битвы нахрен знает откуда взявшихся механических роботов, уже совсем не выглядят абсурдными и высосанными из пальца, как, например, завязка и условия существования миров большинства других же RPG. И что радует, Falcom, как всегда, сделали мир действительно живым, ведь у каждого NPC есть своя жизнь, которая прогрессирует, своя крыша над головой. Они ходят на работу, имеют свои взгляды на политику, религию, творчество, военное дело. Но если для нас километры текста в диалогах с кучей NPC это радость, то переводчики при виде огромных скриптов игр серии всё чаще задумываются о том, чтобы лезть в петлю. По части геймплея Cold Steel является всё той же олдовой же RPG времён конца 80-х. Четыре персонажа, сегментированная боевая арена и пошаговые сражения. Тут вдаваться в подробности нет особого смысла. Разве что каждый персонаж пользуется уникальным оружием, хорош в дальнем или ближнем бою, некоторые необходимы для суппорта, например. Таким образом можно построить идеально сбалансированную команду к середине игры, но вначале придётся пользоваться всеми по очереди, чтобы понять каждого. И на самом деле это действительно здорово, боевая система удобна, вылезана до блеска, а победы над сильными противниками приносят большую радость. Помимо сражений, наши персонажи могут выполнять уже отмеченные выше задания в студгородке, либо задания для жителей отдалённых регионов империи во время школьных командировок. И в отличие от опять же многих других РПГ, в которых задания сводятся к «сходи принеси», «сходи убей», тут почти такого нет. Каждое задание работает на ту же проработку мира, его правил. Например, можно помочь с испытаниями первого арбального мотоцикла, стать репетитором для местного дошкольника или поймать легендарную золотую рыбку. Кроме того, есть у японцев и свой аналог ведьмачьего Гвинта, правда попроще, но тем не менее это занятие скрашивает долгие поездки на поезде. Не забыли, прикрутите систему развития отношений с одноклассниками. Узнавайте их лучше, помогайте во всём и в конце концов получите не только значительный перевес боевой ситуации, но и определите романтический интерес для главного героя. И хоть игра всячески намекает, что неплохо бы вам замутить вот с той милой блондиночкой. Можно стоять на своём и тусить с милой беловолосой Лоли, которая и будет с главным героем в конце игры. Конечно же, если вы этого захотите. Cold Steel это первая игра серии, использующая более-менее актуальный для 2013 года движок, использовавшийся, ну, чуть ли не во всех же RPG для PS3. И тут есть как плюсы, так и минусы. Спрайтовые чиби-модельки сменились терпимыми 3D-моделями, способными выражать эмоции как мимикой, так и телодвижением. Но почему-то в Welcome решили, блять, вставлять рожи этих моделей в диалоговые окна. То есть перед тобой персонаж, он говорит, ты его видишь, но, блин, та же рожа ещё в диалоговом окне. И это при том, что у разработчиков есть куча артов с различными эмоциями, которые можно было бы вставить в диалоги, это было бы красиво. Но нет, любуйтесь на чудеса лицевой анимации, которая бы попросту намалёвана на корявую модельку. Тем не менее, это не особенно мешает, ты воспринимаешь это как данность, но, вот, блин, непонятно. А вот мир получился красивым и масштабным. Тут и надо смотреть не на каждую текстурку, а на дизайн и картину в целом. Столица выглядит как действительно большое и важное место с томным трафиком, кучей людей, красивой архитектурой. Удалённая горная местность на севере выглядит как удалённая горная местность на севере. Она выглядит масштабно, вам даже лошадь дают, чтобы не пришлось всё это оббегать. Ну, а военные базы просто-таки давят своей военной атмосферой. И большую роль в этом играет музыка. Я, блин, ждал этого абзаца. Так вот, как уже говорилось бесчисленное количество раз, музыка у Фелком шикарная. Почти каждая тема запоминается. От темы просто энкаунтера с мелким врагом до последнего босса всё звучит бесподобно. Благодаря ей детективное расследование ощущается запутанным и таинственным. Сюжетные повороты напряжёнными, а битвы легендарными. И это не преувеличение. Серьёзно. Ну и об отличиях стационарной и портативной версий. На Vita мыло, на PS3 лучше. Иногда просадки FPS, но патч вроде бы всё исправил. Я прошёл на Vita и остался полностью доволен. Новая глава в серии Legend of Heroes сделала очень многое. Во-первых, она знаменует собой переход любимой многими серии на запад. Во-вторых, это крайне большая игра, которая выходит на PS Vita очень нечасто и перестала выходить на PS3 года два назад. Cold Steel — это пролог в Cold Steel 2. Это ознакомительная экскурсия, которая расставляет все фигуры по местам перед основными событиями и подводит нас к своеобразному обрыву, за которым виднеются масштабные перемены в мире. И остаётся только ждать сентября, чтобы вернуться в этот мир. А пока у вас есть всё время на свете, чтобы поиграть в лучшую же RPG 2015 года. И я играл во вторую же RPG 2015 года в Tales of Zestiria, и это была самая слабая часть серии Tales при самой красивой презентации на данный момент. Так что я знаю, о чём говорю, ребята. Моя итоговая оценка — 9,5 из 10. Это идеальная игра с парой недочётов в техническом плане. Поэтому берегите и покупайте, серьёзно, чего вы ждёте. В любом случае, с вами был Дэдпэс 47, и это видео для сайта Consolenation.ru, где вы всегда сможете узнать самые свежие новости о консольном гейминге, как портативном, так и стационарном. Также в описании вы найдёте ссылку на сообщество Consolenation и моё личное сообщество ВКонтакте. И если в первом вы узнаете самый свежак, то в моём сможете любоваться на то, как я обещаю обзор, а потом его не делаю. Так это и работает. Также подпишитесь на канал и поставьте лайк, если вам понравилось. Это поможет мне собраться снова и сделать что-то подобное. Наверное. В любом случае, до скорых встреч!